Я даже советовался здесь со своими друзьями петь песню следующую или не петь, но какая-то такая традиция есть, что третью песню я пою все время как третий тот, в памяти тех, кто ушел на последнее задание, не вернулся, летает где-то там. Ну, действительно, для меня это очень, и не только для меня, я знаю, здесь люди в зале, которые помнят всю эту историю, переживают, просто действительно, вот этот крайний концерт, который состоялся три месяца назад у меня на дне рождения здесь, буквально через неделю человек, который выходил сюда на сцену со мной, подпевал песенку, Игорев Бутенко, на сегодняшний день, ну, не на сегодняшний день, а на то время, лучший летчик армейской авиации, и Россия через неделю вот ушел в свой последний полет. Мне, кстати, очень много пишут и говорят, вот вы должны написать песню памяти Игоря Бутенко. Так все время, в 2009 году мне писали, что я должен написать песню памяти Игоря Ткаченко. Я всегда говорю, что это, ну, нельзя написать песню по какому-то заказу, там, и так далее. Может, это что-то будет, может, нет. Просто, ну, конкретно вот та ситуация, она была очень тяжелая лично для меня, и лично для многих вот тех людей, которые сегодня сидят в этом зале. Это, ну, даже не знаю, не буду я комментировать, я просто спою вот эту третью песню. Я сегодня решил вот эту песню спеть, это очень старая песня. Не без родных голубизна, где слиться ночью напролет, там, в Беларуси, интересно, а здесь сам черт не разберет. Оба всем была не во сне, в войне пришел последний год, и подкобыл он весь в огне. Ущелье подал вертолет. Кабина полная огня, откончен мой последний бой. В ближайшем будущем меня ждет смерть в стране совсем чужой. Зажат я огненным кольцом, мой порт горит. Кричевой фирм, навек безжизненным лицом, уткнулся в ручку командир. И за спиной в бортях молчит, проклятый холодок внутри. На дышика тут все строчит, да не один их, что в ветре. Фу, идиоты, что стрелять? И так, говорю, уже придел. Мне больше в жизни не летать, каюк мне здесь. То есть я прилетел. А в это время за рекой, там, где в бою не умереть, Вору с Крым матери одной. Вдруг сердце начало болеть, но вовсе было не во сне. В войне, то и шел последний год, и подкобыл он весь в огне. Мужчины падал в вертолет. Ревет и стонет вертолет, не хочет и даже умирать. Нам с ним сегодня не везет летать, еще прилетать. О себе уж я молчу, сейчас бы спиртом не до дна. В последний путь к земле лечу, ах, эта чертова страна. В ушах радистский звездный крик, борт, тридцать сен, ответьте мне. О жизни мне остался миг, молчу, как рыба, весь в огне. А здесь угрюмые места, в ущербе падать глубоко, хоть хоронила бы мечта. Да она же где-то далеко. А в это время за рекой, как будто свет вокруг погас, Силу русской матери одной. Слезы капалились в глаз, вовсе было не во сне. В войны той шел, последний год, и под Капулом весь в огне. В кущей гопану вертолет. Судьба здесь видно ни при чем, хоть ни такого ждал конца. Я не жалею ни о чем, вот жаль лишь мамой и отца. А говорят, пред смертью в разке, перед глазами жизнь пройдет. И надо ж было сбить нас, и порт наш вряд ли кто найдет. Как неохота умирать в огне. Я вспомнил здесь о ней, я так хочу ее обнять. Держись, охота, хоть убей. Я вспомнил наш последний вечер. Под грохот пуль горохом стенку. Я вспомнил даже нашу встречу. Я вспомнил все. Ах, Ленка. АПЛОДИСМЕНТЫ